Добрый вечер. Утрату компетенции главный конструктор автоваза Евгений Шмелев оплакивал шумно и публично. Началось это в 2009 году. Если помните, тогда была опубликована концепция развития родного ему автозавода. И, прочитав ее, главный конструктор увидел, что, в принципе, остаются только родному его предприятию автовазу лишь перспективы по сборке иномарок. Тогда он выступил на правлении, поднял-забрало и совершил действие, которое на языке блогеров называется набросный вентилятор. У медиков это называется дефекация. И в данном случае я в позитивном смысле высказываюсь по этому поводу, поскольку Евгений Шмелев пытался достучаться до членов правления и объяснить перспективу, что это немыслимо, когда такой серьезный гигант, которым он, в том числе, как инженер, тоже руководит, лишается своего основного хлеба по разработке автомобиля. Ну, конечно, есть еще послесловие к этому разработке в виде самого автомобиля, но вообще-то инженерная компетенция, она утрачивается. И это, конечно, чрезвычайно печально, но поскольку управление по этому поводу никак особо не высказалось, единственное послесловие к этому выступлению появилось, ну, опять-таки, в основном в интернете, в средствах массовой информации, где уже гадали, как быстро Шмелеву выкинут пинком в зад с автоваза. Потому что понятно, что если его точка зрения не совпала с линией генеральной, то делать ему там больше нечего. Тогда Шмелев пошел дальше и написал «Челобитную царю». А в тот год у нас как раз царь исполнял, по крайней мере, публично, обязанности премьер-министра. И в довольно серьезном письме, в котором много о чем было, оно тоже опубликовано, Шмелев написал Путину, что вот эта новая стратегия – это поэтапное преобразование предприятия в сборочное производство лицензионных автомобилей и, что самое главное, с полной утратой собственной компетенции. Последней в нашей стране компетенции по разработке автомобиля по полному циклу. И при том, ведь завод к этому моменту, к 2009 году, он напридумывал, наработал, насоздавал целую гамму перспективных моделей. И, ну, как полагается, все-таки здесь есть легкий элемент профессионализма. Шмелев обязательно должен был кивнуть в адрес «Заграницу». Он кивнул, сказал, что вообще-то «Заграница» тоже оценил достаточно высоко то, что делали на «АвтоВАЗе». Но это такой момент, видимо, какой-то неуверенности в себе, поскольку, если за границей тебя по головке не погладил, вроде как ты и неполноценный. На мой взгляд, уж в некоторых прорывных направлениях наша русская инженерная школа не нуждается в лицензии иностранцев. Особенно, что касается военной техники, например, авиационной. Вот тут нам без разницы, что они говорят. Пусть даже они хвалятся слезой в голосе. В автомобилях не так. Шмелев, как главный конструктор, прекрасно это понимал, поэтому заручился в своем обращении к царю упоминанием какого-то позитива, последовавшего от иностранцев. И в основном, конечно, Шмелев горевал, в частности, о судьбе проекта «Ц». На тот момент он был в двух шагах от реализации. А что такое проект «Ц»? Во-первых, сам Шмелев лично руководил этим. А во-вторых, это была наша попытка догнать «Форд Фокус-1». То есть, Шмелев со всей компетенцией пытался догнать вчерашний день. И как раз в этот момент он стал позавчерашним, потому что появился «Форд Фокус» второго поколения. Это ведь особенность нашей конструкторской школы в автомобилестроении. Мы не пытаемся работать на опережение, мы пытаемся догнать вчерашний день. Вот «Калина» тому пример. Когда мы эту «Калину» злосчастную создавали, мы пытались как-то более-менее спародировать близко к тексту «Опель Корсу» три поколения тому назад. И как-то может быть получить некое подобие «Хюнде-Акцента». «Калина» рождалась больше десяти лет в муках, и когда она встала на конвейер, она не то чтобы морально устарела, она стала аморально престарелой. Ее нужно было в этот момент, как раз по канонам мирового автомобилестроения, уже снимать с производства. Вот точно таким же методом готовился советский «Форд Фокус». Он получался чуть-чуть покрупнее, он получался чуть поинтереснее, чем «Форд Фокус», но за точку отсчета взяли именно его. Именно это и считал Евгений Шмелев компетенцией, и именно утрату подобных порывов он считал недопустимой для «АвтоВАЗа». Потому что это привычно, посмотреть, чего там, и воспроизвести близко к тексту. И вот с позиции главного конструктора, о чем он еще постоянно говорил, написал в письме Путину, «Проект С» был на голову выше предлагаемого к линцезионной сборке. На самом деле здесь есть неопределенное лукасство, поскольку не столько выше по уровню, сколько по классу. «Логан» на платформе B0 — это машина того самого B-класса, то есть сегмент другой. Это в переводе на русские деньги, известный нам по ГОСТу, аналог «Таврии». А C-шка, «Проект С» — это гольф-класс. То есть здесь речь идет о подмене понятий. Ну, в конце концов, «Патриот» упростительно, поскольку у него других вариантов нет, ему это важно было. Шмелева не послушали, его аккуратненько отодвинули в сторону. И вот с этого момента, как раз когда концепция развития до 2014 года была принята, в 2009, «АвтоВАЗ» пошел совершенно другим курсом. Он перестал пародировать иностранцев, он перестал копировать, он перестал гоняться за этой тенью, за которой традиционно гонялся наш «АвтоПРОМ». Все, закончили. Больше мы за границей в прямую конфронтацию, вот ту самую, которую породили еще в 20-е годы, когда лозунг бросили «Догнать и перегнать», трактор «ДИП», помните? «Догоним и перегоним» Америку, мы тогда состязались с Америкой. Вот все это закончилось. И «АвтоВАЗ» сосредоточился на окончательной утрате собственной компетенции и перестал заботиться производством полного цикла и разработкой с нуля. Все, ребята, теперь у нас начинается новая страница. Вообще, в принципе, завод единожды только преуспел за всю свою историю в работе по полному циклу, когда создавал «Ниву-21». Молодцы! Вот здесь мы создали, стали основоположниками целого класса автомобилей, которые теперь называются кроссоверы. То, что мы эту тему не смогли развить, это уже пороки нашего умения хозяйствовать. Но один раз компетенция «АвтоВАЗа» действительно пригодилась, потому что сделали то, чего не делали ни до, ни после нас. Тем не менее, все, Шмелева отодвинули в сторонку, завод пошел по пути использования чужих патентов и производству, соответственно, только сборочному, без конструкторских серьезных работ. И здесь вот такой момент был любопытный, что, в принципе, Комаров, генеральный директор, об этом никому не объявил. То есть, о том, что Шмелева тихонько отодвинули в сторону, узнали все, о том, как дальше развивались события, можно было судить только по косвенному, приглядывая, что же там такое на «АвтоВАЗе» происходит. И поэтому труп компетенции он так тихонечко не вонял. То есть, понятно, что сдохло, но непонятно, тело вынесли, тело похоронили или нет. А вот на прошлой неделе тело компетенции похоронили окончательно. Было объявлено, что все, теперь «АвтоВАЗ» не будет заниматься разработкой автомобилей. Он будет использовать платформы, разработанные партнерами по Альянсу. Это такой вид сотрудничества. То есть, вот теперь русские в глазах иностранцев достигли той точки деградации, после которой с ними говорить не о чем. Им дадут в руки гаечный ключ, дадут лекало и скажут, вот видишь картинку, собери. Вот прикрути здесь, вот, пожалуйста, здесь кувалды не бей и давай что-нибудь такое твори. И заявлено было, что теперь конструкторские работы, реношники, пожалуйста, они их реализуют и породят в ближайшее время два автомобиля. Один из них будет маленьким кроссовером, другой будет где-то, наверное, в гольф-классе хэтчбэком. На них обязательно налепят любимую букву не только русских, но и дизайнера Стива Маттина, то есть букву Хэ во все лицо. Получится автомобиль, заранее извинившись перед нами за качество, иностранцы сказали, что называться машины будут Лада. Это понятно, почему они будут называться Лада, потому что если не получится вообще ничего, ну, ребята, это старая русская машина, если получится что-то, значит, мы с вами выигрыши, мы получили иномарку, ну, под привычным брендом, бренд сохранили, красота. Ведь мы же понимаем, что Лоран Фуфана, специалист по туфте, он же директор по качеству, он не всесилен. Как только надсмотрщик с кнутом отворачивается, на автовазе обязательно кувалдой по резьбовому соединению вдарят. И это происходит вне зависимости от того, какие усилия месье Фуфана прилагает к тому, чтобы изменить менталитет. Когда было прощание над телом усопшей, когда хранили компетенцию, то как раз было объявлено, что причиной всего отсутствие инженерного потенциала на автовазе. И вот это конструкторское бюро и конструкторская школа и генеральный конструктор в принципе это вчерашний день. И, может быть, конечно, иностранцы были бы готовы, но учить русских и вообще выбивать из них вот эту манеру копирования не имеет теперь уже смысла. Есть платформы, есть французы, все получится, поэтому компетенцию аккуратно похоронили, закопали и теперь машины делать с нуля будут иностранцы. Мы будем заниматься только непосредственно сборкой. При этом на похоронах, конечно, был такой злорадный момент, когда пошел разговор о том, что если бы, конечно, компетенцию не закопали вместе со Шмелевым, то, может быть, и продолжили бы наши делать машины с нуля. Иностранцы категорически против этого. И, в принципе, неприятность-то в чем? В том, что компетенции этой не было уже очень давно. Вот труп из шкафа выпадал, а толку не было. Перерыв на новости. Пока в Москве всего лишь 6 баллов по лукавому Яндексу, но выразила дождиком так, что сейчас будет уже, к сожалению, все 9. Телефон студии 65, 10, 9, 9, и в качестве послесловия к событиям на Автовазе, для того, чтобы труп компетенции не эксгумировали, то есть, вот совсем старшим-старшим, совсем главным-главным, назначили Карлосу Гона. Он теперь будет представителем Совета Директоров. Он немножечко подвинул Чемизова, и нашим, конечно, боязно, что Карлос Гон, человек решительный, может всерьез взять и исправить ситуацию на Автовазе, в том числе, по тем, увольнению менеджеров, потому что Карлос Гон интересен тем, что он в первую очередь не рабочих с отверткой гоняет, а вот этих вот, которые в галстуке, которые менеджеры, вот этих он пинком взад вышвыривает, и у французов, когда он наводил порядок на предприятиях Рено, он выгнал порядка 50% дармоедов, и на Ниссане, на тонущем, в тот момент Ниссане, он выгнал тоже порядка 30% дармоедов, то есть, люди в галстуках. Вот, чтобы Карлос Гон Чемизов будет изредка добегать до кресла и тоже имитировать начальника. Официально сказано так, они будут год Карлос Гон, год Чемизов. Ну, если Чемизов, это значит, что не Карлос Гон никак, никаким боком. На самом деле, Карлос Гон, что, в принципе, обнадеживает. 65, 10, 9, 9, 6, Евгений, здравствуйте. Здравствуйте, Сергей. Наконец, я до вас дозвонился, уже недели полторы, пытаешь это сделать. О, всего лишь некоторые полгода звонят. Ну, проще в Смольный дозвониться, чем к вам. Вот, у меня тут был один вопрос, ну, прослушав вступительную речь, еще один появился, но не столько вопрос, сколько, я просто свою бытность, грубо говоря, первый мой автомобиль, это была наша незабвенная 10-я модель Лады. Вот, она, конечно, была самая любимая, ну, наверное, потому что была самая первая. И, ну, соответственно, наша машина, это как полено, то есть, тебе дают полено и топор, и руби из него буратину, как хочешь, называется. Ну, я там, скажем так, в свои 18 лет рубал, что мог. Соответственно, там, познакомился с ребятами, которые занимаются, ну, скажем так, глобальными переделками наших тазиков, и изготовлением из них чего-то подобия, все-таки, хороших автомобилей. Вот. И разговаривал с людьми, которые конкретно занимаются двигателями, то есть, подготавливают машины для так называемых стрих-рейсингов, то есть, ну, на 400 метров, то что гоняются. Срубые ребята. Да, 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 да. И они очень плотно работали как раз с инженерами с автоваза, но не с основного, а вот эти вот мелкие конструкторские бюро, которые при нем болтаются. И ребят просто говорят, что реально вот просто вредительство, потому что, говорят, разработок как раз-таки всевозможных, да вот, да безобразия много. То есть, мы, говорят, реально практически, ну, мы только, говорит, доделываем что-то, а разработок-то масса, и сделать машину, ну, тьфу, хорошую, изобрести, так, говорит, не дает никто ничего делать. Пропускают какой-то фу-флот, ну, извиняюсь за выражение, а не разработки, а то, что хорошее, все кладется в ящик. Складывается, складывается, складывается. Вот в тот момент, Евгений, в тот момент на автовазе была немножко другая система. Там каждый практически начальник производства, начальник цеха или начальник какого-то куста, он имел своих собственных подрядчиков, которые ему через кооператив поставляли на конвейер то, что ему было надо. И в этих условиях пробить какую бы то ни было новую разработку было бесполезно в принципе. Ты мог изобретаться. И, с другой стороны, это парадокс нашей системы. Вот у нас талантливых людей посмотреть, так ведь не счесть. Мы можем такого изобрести, мы можем так неожиданно посмотреть на вещи, что во всем остальном мире только удивляться. Скажут, ребята, русские, ну вы молодцы, как вы это смогли увидеть? А толку никакого. Гениальные инженеры, гениальные конструкторы, гениальные рабочие, генеральные менеджеры собираются вместе, а в результате получается Жигули получается или москвич какой-нибудь. Это вот такой же парадокс, как вот мы на сегодняшний день, каждый из нас по отдельности довольно агрессивен. Но когда мы собираемся все вместе, мы представляем у себя стадо. А вот посмотреть бразильцев, вот каждый из них, ну овечка овечкой. А как они сейчас свою страну на уши перевернули? Из-за чего? Из-за автобусного билета и ассигнований на спорт? Молодцы. А вот у нас наоборот, то есть каждый индивидуум у нас, ну совершенно полноценный. Фантастика просто. Приятно руку пожать. Поговоришь с инженером. Молодец. И что ты инженер сделал? Где? Да мне не дали, да я не смог, да там не получилось, да начальник у меня. У себя в гараже сделал, вот, вот пожалуйста, могу показать. А там, ну там да, там не пустили, там по рукам стукнули, там подзатыльник дали. И в том числе система, с одной стороны система формирует такое отношение, а с другой стороны система в целом, она иногда называется у нас матерным словом вертикаль, она не на это рассчитана. Не надо, ребята, сидите спокойно, не дергайтесь. Вот автоваз, пожалуйста. Вот сейчас его французам сдадим, посмотрим, смогут ли они на этом проклятом месте хоть что-нибудь сделать всерьез. В принципе, не смогут, категорически не смогут, потому что даже вот этот наш принцип, когда на некоторые сборочные предприятия брали людей не запачканных родным автопромом. В расчете на то, что у людей нет, в анамнезе вот этой привычки кувалдой фигачить по резьбе. Нет, она у них есть, она у них не от того, что они стояли, либо не стояли на советском производстве у конвейера. Нет, она потому, что это наши люди, они иностранцы всегда врагом воспринимают. Один мой друг на эту тему очень интересную вещь сказал, говорит, у нас всегда очень хорошо было с обретениями и очень плохо с серийным производством. И как он считает, и я с ним согласен, потому что серийное производство это скучно. У нас люди скучать начинают, и от этого начинают всякой дурью маяться. И это есть в том числе, да. И при всем при том, серийное производство, когда кто-то берется из частников, он почему-то может сделать такую развеселую ситуацию, в результате которой получается приличный продукт. Ведь мы не можем делать автомобили скучно, да. Мы можем делать самолеты уже веселей, там Су-30 какой-нибудь уже получается лучше. Мы можем сделать какой-нибудь очень задиристый там способ разминирования минных полей под названием Змей Горыныч. Потрясающе интересно получается. И мы можем позволить себе производство чего-нибудь того, чем раньше не занимались. У нас же были попытки иногда довольно успешные. То сотовый телефон изобретем в нашей стране, то какой-нибудь видеорегистратор. И пока государство не обращает на это внимание, развивается. Но потом приходят грабители, кто из налоговой, кто из таможни, кто еще из чего. Все, производство хереет. Но кое-что же в нашей стране делается, то, чего раньше не было. Значит, смогли публику заинтересовать. Значит, получилось. Тут получилось. А на автовазе нет. К сожалению. Вот, вот, вот. И второй вопрос, это вот как раз изначально мой. А у меня вот такое вот. Я сейчас счастливый обладатель Шкоды Супер. Ух ты, хорошая машина. Да. Ой, я вообще в восторге от нее. Только положительные эмоции, воспоминания. Ну, у меня сейчас супруга вот-вот, она все-таки получит свои чудные права, потому что уже подошло время, надо малышню там в школу, то в садике, то в бассейне, то и так далее. То есть, я буду ее пересаживать на Шкоду. Вот. А себе хочется что-нибудь маленькое, злое, и очень хочется итальянское, потому что давным-давно у меня был Фиат Браво 2. Ого. Да, с 1,4 150 сил. Шикарная машинка, на ручке, конечно, очень любимая была. И вот хочется вот что-нибудь, что-то итальянское, но что я себе слава представляю, потому что, что бы это ни было, это надо обязательно везти оттуда. Только оттуда. У нас, Италия, это вот просто как автомобильная держава вообще не воспринимается, судя по всему. Потому что даже вот рассматривал 159-ю, с 2,4 дизелем. Очень он мне понравился, я у друга прокатился, у знакомого, это, конечно, шедевр. Шедевр. Движочек, при этом ничего не ест, и едет очень здорово. Ну, Что-что? Ну, Евгений, любой итальянец это Жигули. Даже Феррари это Жигули. И Ламборгини это Жигули. И вы сейчас имеете машину на каждый день. У вас Шкода Суперб, причем я не уверен, что ваша супруга с этими габаритами как-то вот сладит сразу, но это вам виднее. Альфа-Ромео это будет вот такое гробовое разочарование после Суперба. Потому что Альфа-Ромео это гуляльная машина. И в том числе 159-я. Она очень хороша для прогулок неспешных в выходной день, но каждый день на ней ездить она сильно заболеет хроническими болезнями и попросится к врачу. Любая. Ну, у меня вот после Фиата-Браво у меня остались только положительные эмоции. Потому что за свои 110 тысяч пробега он даже не чихнул у меня ни разу. Бывает. Бывает. Иногда случаются какие-то чудеса и Фиат каждый год хуже и хуже. Ведь не зря же Фиат, в принципе, он уже помер. Просто вот это фантомное явление, которое сейчас скупает и догрызает Крайслер срочно, оно благодаря Серджио Маркионе очень такому удачливому человеку пока еще создает иллюзию живого. Это как компетенция на автовазе. Она уже давно из шкафа не высовывается. И у Фиата у них, посмотрите, какие продажи. Там 600 тысяч в год? Это же смешно. У них, да. У них еще политика рекламная в принципе я вообще не представляю она есть у них или нет. Это какой-то такой самотекущий процесс. Ну, да. Как всегда, не мешайте нам работать. Ну, да, да. Знаете как, бренд лянча уже закончился. Все, больше лянча нету и не будет. К сожалению, да. Альфа Ромео на сегодняшний день ее сейчас пытаются натянуть на Dodge Ram, пытаются натянуть еще на что-нибудь, на какой-нибудь каркас американский и особо не получается. И вот 159-я, она, конечно, безудержно красива. Но она фантастически смотрится. Но это одноразовая машина. И тем более, после Октавии, ну, вы вспомните, как вы работали Папой Карлой, когда у вас был Буратино неотесанный и набор рубанков для того, чтобы из него создать что-то. Один в один будет. Не обольщайтесь по этому поводу. Вы очень хорошо, успокоенно просуществовали за рулем Супербо несколько лет. И это, конечно, расслабляет. То, как вас будет бодрить Альфа Ромео, знаете, вам даже в молодости не снилось. Так что, вот что-то злое, если вы хотите что-то злое, купите себе Сирокко. Вот это будет злое. Но это будет, по крайней мере, с немецким талантом, а не с итальянской безалаберностью. Или, в конце концов, какой-нибудь мини, любой. Ну, конечно, мини Ван, наверное, нет, он нетурбированный, неинтересный. Ох, вот это будет любопытная штуковина. Причем, мини, несмотря на свой крайне низкий дорожный просвет, ну, зимой как-то он скребется там лапками более-менее по субстрату. Ну, у Брава был 11 сантиметров всего-насего просвет, и более-менее нормальный на нем просуществовал. Ну, знаете, у нас вот тут Собянин недавно выиграл будущие выборы, и из этого следует, что, скорее всего, со снегом, с его уборкой лучше-то не станет. Перерыв на новости. Москва потихонечку тонет в дожде и в пробках. 65, 10, 9, 9, 6. Валерий, здравствуйте. Алло. Здравствуйте. Да, Сергей, здравствуйте, спасибо за передачу. Хочу у вас спросить два вопросика к вам. Первый вопросик является счастливым обладателем «Октавии». 1,6 автомат, вот сейчас 45 тысяч, что вообще можно от нее ожидать? То есть, каких-то сюрпризов? Ну, еще 1200, подождите, и после этого вы будете уже ходить и так приглядывать более пристально, а не потекло ли где-нибудь, а не отвалилось ли где-нибудь. У вас шикарный совершенно мотор, который убить можно только специально, у вас нормальная коробка, и берегите эту машину, потому что аналогов ей нету. Все остальное хуже. Понял, но вот берегу, и сразу же второй вопрос. Масло мне сейчас вот 45 тысяч, и наши делеры любимые вот просят, чтобы я приехал, поменял у них масло за 7 тысяч рублей, ну и соответственно, как-то не получается у меня к ним сейчас заехать, и вот можно где-то тысячи две-три мне проехать километров. Насколько это вот... То есть у вас перепробег будет, или что? Да, у меня будет перепробег, у меня сейчас 45, но будет 48 где-то. А у вас каждые 15 тысяч по регламенту, да? Километры? То есть у вас будет перепробег. Но они, знаете как, если вы после этого приедете к ним, скорее всего, они вам обрадуются, потому что за процедуру стоимостью 2 копейки они с вас получат 7 тысяч. Для них это очень выгодно, и так уж и быть, они попеняют и простят. А вообще, конечно, ну я бы рекомендовал вам менять каждые 10 тысяч, а не каждые 15. Тогда мотор живет дольше, и машина радуется больше. У нее после этого такой задор появляется. Перепробег это явление индивидуальное на усмотрение дилера. Можете вежливо созвониться и сказать, а вот как же так? Я вот тут, вот сейчас я с Ноудена ловлю по миру, знаете, командировка очень суровая у меня. Вот поймаю и сразу приеду. Как раз вы 2 тысячи пробежите туда-сюда. Ну да, ну то есть а для машины не будет проблем особых? Знаете, для машины проблема особая в связи с тем, что вы не поменяли ей на 10 тысячах масла, она в принципе есть уже, потому что ей какая разница? 5 сверху или 7 сверху? Я понял. Масло по химическим свойствам своим в рекламе оно живет вечно, а по факту ну тысяч 10, да. Дальше это уже начинаются трудности. Дальше это не столько масла, сколько компот, который там все-таки плещется. Валерий, здравствуйте. Здравствуйте, Сергей. Здравствуйте. Мы с вами общались одно время в Одноклассниках. Вы сейчас пропали. Мне бы хотелось услышать от вас как можно с вами связаться в сетях. Можно связаться вот так по телефону. Вы выбрали не самую плохую сеть, хотя, конечно, 4G это не лучший вариант. В Одноклассниках я тоже есть и на Фейсбуке я тоже есть. Да, ну вот как-то не получается у меня вас там найти. У меня один как бы такой комментарий небольшой. Давайте. Ваше мнение, почему мы потеряли свою конструкторскую мысль в автомобилестроении там 50-х, 60-х, начало 70-х годов? Куда это все делать? Валерий, а вы считаете, что у нас была серьезно конструкторская мысль, инженерная мысль была и была школа заимствования. То есть, с одной стороны, у нас был, например, Великий Грачев, работавший для Горьковского автозавода по созданию полного привода. И вот то, что мы имели полноприводное, это в основном, конечно, грачевские работы. И у нас, в принципе, автомобилестроение развивалось, Госплан и Совмин, они, конечно, были не самыми расторопными, но они указывали стратегическое направление. И вот благодаря, например, постановлению правительства, у нас каждый завод был обязан разрабатывать модельную линейку полноприводных машин, поскольку прекрасно понимали, что надорвемся, дорог не будет никогда. Но, вот у нас идеи были хорошие, Грачев был молодец, у нас на Зиле работали очень интересно, ведь у нас, например, поисковая машина «Синяя птица», трехосная, которая по сию пору не имеет равных, и ездит у нас по окрестностям Байконура, собирает космонавтов. Это же потрясающий совершенно аппарат. И вот получается, с одной стороны, как всегда, в одном экземпляре, в двух-трех можем сделать. Инженерный потенциал очень интересный. Конструкторская мысль, ну ладно, в конце концов сперли там, сперли здесь, адаптировали. Но когда у тебя производство не поспевает, и когда твою идею оно не в состоянии воплотить, это вот то, о чем мы редко говорим, но на самом деле это было краеугольной проблемой. Это технологическое отставание во всем. Ведь мы, например, очень долго не могли перейти на передний привод. Мы были не в состоянии создать свой шарнир равных угловых скоростей. Ездили на крестовинах, а не на шрусах. У нас не хватало не хватало моторных масел. Мы не могли разобраться. Ведь Студебекер, Студебекер, который пришел к нам по Ленд-Лизу, он был на 95-м бензине. То есть, вот всю войну, это какой год? 41-й. Он уже тогда был на 95-м, у него уже тогда были шрусы, и, соответственно, у него была смазка под шрусы. А мы еще ездили на Бобитовых вкладышах на Захаре. И это технологическое отставание было в 40-е годы, оно продолжилось в 50-е, в 60-е, в 70-е был скачок. Когда мы под Автоваз купили не один завод, мы купили себе автомобильную промышленность. Потому что под Автоваз мы купили себе завод РТИ резинотехнических изделий, у нас Борский стекольный, Подольский аккумуляторный, у нас сколько шинных заводов, ведь БЛ-85 это только для нас она русская резина, а на самом деле это же Пирелли. И вот это все мы получили, после чего у нас резко поползло качество комплектующих в целом по Автопрому, и по АЗЛК, и по ГАЗу. Но это был один технологический рывок. Именно технологический. Но когда тот же самый гениальный Грачев изобретает полноприводную машину с тремя блокировками дифференциалов, а кто это может сделать? Никто. Родной завод не в состоянии это сделать. Когда мы создаем машины, условно говоря, уровня Белки, была такая машина и картинки Эдуарда Молчанова, они по сей пору в интернете наберете, Эдуард Молчанов, Белка. Это были очень интересные машины. Машины Долматовского. Ну, Долматовский, он, конечно, мыслил чрезмерно, потому что идеи Долматовского, они были не для всех, не для массового применения. Но, тем не менее, это говорило о том, что есть кому. И каждый раз все, что мы изобрели, бац, оно упирается в технолога, приходит Иван Иванович и говорит, ребят, ну, гениально вы что это сделали? И из чего я вам это изображу? Ведь у нас тот же самый Горьковский автозавод еще вот на нашем с вами веку, буквально несколько лет тому назад пытался бороться, во-первых, за легковое производство, во-вторых, вспомните, какие у них были машины, например, «Атаман» и «Комбат». Концепты. И «Комбат», который был версией современной реинкарнации ГА-69, это же был не «Шоу-кар», это была машина, и 31-60 машины у них шли, которые они делали. Если бы на Горьковском автозаводе технологии поддерживали инженерную мысль, мы бы, может быть, сохранили свой автопром. «Комбат». ГА-69 мой первый автомобиль официальный, на котором я начал ездить. А сейчас бы у него получилось достойное продолжение. А кто все это будет делать? Вот тот же самый «АвтоВАЗ», который только что наконец закопал свою компетенцию и дабы избежать эксгумации позвал Карлоса Гона, он ведь тоже в стол чего-то изобретал. И как, например, наш «АвтоВАЗ» работал над роторными двигателями. Пожалуйста, во всем мире только две фирмы этим занимались, роторные двигатели системы Ванкеля, он у Мазды и на «АвтоВАЗе». «Мерседес» попробовал и то бросил. У них концепт C111 был, он же на Ванкеле был. Они сказали «Не, ребят, мы не можем». Интересно, да, поиграли с «Комбат». Но у него ресурс маленький. Ресурс у него теперь уже не является главной проблемой. У него главная проблема это экология, потому что в Евро-5 он не вписывается никак. Не, но он не может вписаться по своей концепции. А когда у нас, например, создавали аксиальный двигатель, аксиальный двигатель такой, он иногда его еще называют револьверного типа, двигатель, у которого изменяемый был объем камеры сгорания. Он был горизонтальный. Ведь изобрели, ведь довели его до реализации. А кто может это сделать? Где технологии, позволяющие нам создать аксиальный мотор, работоспособный? И вот все варианты, например, полноуправляемые машины. Мы же делали полноуправляемые машины, но Хонда и Митсубиси, легковушки полноуправляемые, у которых система тяг, а потом электромоторов доворачивала еще задние колеса, они это сделали серийным. Пежо, которая смогла и Вольво на 850 модели, Пежо на 406, торсионную систему, Мультилинк и Дельталинк, система подруливания задних колес, механическая система. Блистательно сделали, но мы их опережали и что? А технологии. А общее отставание страны, это общее отставание экономики. И вот сейчас мы... Вот мы с вами... Валерий, что мы не имеем с вами? Мы имеем отечественный сотовый телефон? Нет. Мы его когда-нибудь сделаем? Мы его никогда не сделаем, а уже и не нужно. Мы когда процессоры будем делать для компьютеров? Уже не будем. Просто посмотреть на себя и увидеть, что нашего родного отечества на нас одет и положено у нас в карманы. Я кажется, что ничего. Сейчас придет ВТО и уничтожит нас в принципе, потому что ВТО оставит нас без сельского хозяйства, после чего мы попадем в пищевую зависимость от Китая. И вот тут нам совсем хана. Вот тут нам конец полный придет. То, что мы в ширпотребе проиграли, знаете, ну в конце концов воевать мы будем не на Жигулях, воевать мы будем на КамАЗе. Т-90 и на КамАЗе. А нет у нас Т-90. Не надо верить в эту сказку. У нас Уралвагонзавод, когда выкинул пучинной пеной наверх своего мощного лидера, теперь ставшего региональным представителем товарища Путина, он ведь как раз громко кричал на тему даешь нам оборонзаказ, а им вежливо сказали, ребят, Т-90 вам не по зубам, а Т-80 это позавчерашний день, после чего мы получили нового надсмотрщика над губернаторами выдвиженца с этого завода и тут же оборонзаказ на модернизацию оказывается Т-80 отличная машина, а Т-90 у нас нет, Т-90 мы можем продавать Арабским Эмиратом, но сами мы не можем сделать, в том числе почему? А по технологии, а не можем, а вот нету у нас, вот здесь, здесь уже в самом больном для нас, то что мы не будем ездить по городу на родных Жигулях, мы шикарно будем себя чувствовать, а вот то, что мы воевать будем опять ленд-лизом, вот мне, например, это тревожно, понятно, что ленд-лизом, но все-таки Т-34 был, причем он был, как вы вспомните, он же был до войны, а мы-то делаем, что он у нас только к Курской дуге, потому что все Т-34 на Западном фронте были уничтожены, мы проиграли, мы имели армию сильнее, мы имели оружие больше, мы имели численный перевес, а результат, а результат, вот, немцы ведь в Москву не вошли только по одной простой причине, они не знали, что Москва открыта, они не знали, что между Москвой и ними войск не осталось, никого нет, никого нету, никого нету, и мы тоже не до конца это понимали, но мы Москву готовили не столько сдачек, сколько обороне, но в принципе, мы Москву уже, немцу, открыли, а немец сказал, не может такого быть, коммуникации у нас растянуты, снарядов нет, тушенка кончилась, не может быть, чтобы Москва была открыта, надо бы остановиться, посмотреть, и сходить за нефтью в Баку, после чего 42-й год, на московское направление боевых действий нет, ушли на юг, Грозный, Баку, вот там была Сеча, вот это была битва, да, но Москва была открыта, и Ленд-Лиз, который к нам начал поступать, мы не любим об этом говорить, но Ленд-Лиз ведь к нам начал поступать, когда? А сразу, с осени 41-го года, а причем у нас ведь закончился порох, у нас 100% пороха, о чем мы тоже никому никогда не скажем, был Ленд-Лизовский, у нас тушенки не было, у нас тушенка была только Ленд-Лизовская, у нас другой просто не было в армии, и у нас в кадре, и у нас в кадре нельзя было корреспонденту фотографировать бойца, вооруженного тем, чем он был вооружен на самом деле, он должен был схватить Мосина, а то, что у него был Винчестер в руках и Томпсон, об этом мы тоже никому не говорили, и поэтому у нас хронику посмотреть, это слава богу было, мой дедушка говорил, что когда их привезли на фронт, на десятерых дали одну винтовку и пять патронов, да, и такое тоже было, он под Питером воевал, аналогично, а у меня вот здесь недалеко, в Подмосковье, и когда мы с ним ехали, он показывал, говорит, вот здесь мы сидели ополченцами, винтовок у нас не было, я ждал, пока моего друга убьют, и когда его убили, я взял эту винтовку, да, да, а что это, да, это было, мы живые свидетели тех, которые в этих окопах были, и потом нам, своим внукам, это рассказывали, поэтому идеи у нас много, технологии у нас отстают, и это, к сожалению, наша традиция, перерыв на новости, пара сообщений с сайта, Дмитрий спрашивает, несколько машин, он перечисляет, и заканчивает традиционным вопросом, Fiat Doblo, Citroen Berlingo, Porter, или Volkswagen Candy, какой из них самый неубиваемый, они все замечательно убиваемые, тем более, мы же с вами, как правило, что-то возим такое с перегрузом, и вообще, по большому счету, тут не досмотрел, там докинул, ну, работа такая, жизнь у нас, машина же куплена для дела, для зарабатывания, а не для того, чтобы себя возить, вот в таких условиях, любая из этих машин превращается в конструктор, но при прочих равных, Berlingo получше, поудобнее, поумнее и пограмотнее, и, что самое главное, подешевле в обслуживании, любая из этих машин начнет очень много денег вытягивать, особенно от интенсивной работы, но у Citroen довольно лояльный ценник на все эти удовольствия, и, Александр, очень правильно совершенно ставит вопрос, вы неоднократно говорили, что скорость выстреливания подушки безопасности 180 км в час, не опасно ли носить любые очки, солнцезащитные или обычные во время вождения, Александр, именно опасно, причем 180 км в час, это минимальная скорость, современные подушки, они раскрываются гораздо быстрее, это, что называется, первого поколения, машины такие, пока еще тоже у нас с вами ездят, у них безапелляционно, 180 км в час, скорость раскрытия подушки в лицо, то есть удар подушкой по голове, а у более современных у них есть и 200, и скорость раскрытия 300 км в час, у других машин, не у всех, дифференцируется в зависимости от веса всадника, электронный разум понимает, что этот человек полегче, ему подушка должна выстрелить не так, можно послабее, а вот для того, чтобы, например, полуторацентнерного удержать, тут нужно, конечно, принять его быстро, очки обычно выходят из затылка у трупа, и лучше всего контактные линзы, потом, после них, пластиковые, обычные очки с диоптрии, у которых пластиковые линзы, они тоже дадут раны, но они не дадут осколков, будет режущая кромка, не очень серьезная, не такая режущая, как у стекла, шансы выкрутиться есть, но при всем при том, когда в момент удара, в момент соприкосновения подушка раскрылась не во фронт, а, например, голова у вас была слегка повернута, вот тут и становится понятно, что лучше всего, конечно, линзы, 65, 10, 9, 9, 9, и 6, здравствуйте, наверное, вы Олег. Добрый вечер, Сергей, очень рад, что дозвонился до вас, я тоже рад, спасибо, вопрос у меня такой, я присматриваюсь к Аутландеру, в принципе, машина нравится и характеристиками, и габаритами, но меня сейчас немножко смущает калужская сборка, что скажет? Калужская сборка, она смущает всех, и мы не можем с вами гарантировать, что калужский пролетариат сильно выигрывает, например, у арабов, стоящих на конвейере во Франции или там в Японии, там не арабы, там японцы, и только эксперимент, вот только по себе, потому что, вот чем отличается, в принципе, любая наша сборка от любой иностранной сборки, потому что их сборка подразумевает косяки в каких-то сложных местах, ну, вот что называется, технолог не досмотрел, а у нас это импровизация персонала. Ну, вот сегодня ему захотелось, и после этого вашей машины жгут лег в соединении так, что перекрыло половину клемм в фишке, и у вас не работает там весь правый борт, и никогда вы об этом не узнаете, вот всю машину нужно будет вывернуть и половину поменять, или здесь он, как всегда, саданул кувалдой, потому что настроение у него было плохое. Предугадать это невозможно, хотя сам по себе Outlander, ну, да, неплохая машина, а тем более, мы сейчас вернули V6 под капот, получается совсем такой веселый аппарат, не скучно с ним будет, потому что 2.4, ведь нынешний Outlander, это же не новая машина, это новый кузов, а суть-то у него осталась старая, и у него 2.4 был, ну, неплохим, прожорливым мотором, V6 в этом отношении веселей. Я вас понял, спасибо. Ай, успехов, но вот это всегда, к сожалению, наша реальность, нас уже даже избавили от того, чтобы мучиться с изобретением этих технологий, и тем не менее, мы ждем подлянно код родной сборки. Роман, здравствуйте. Добрый вечер, Сергей Степанович. Здравствуйте, Роман, отчество ваше как? Роман Николаевич. Роман Николаевич, рад вас слышать. Сергей Степанович, да вот вопросик такой, я прочел некие ваши посты на Фейсбуке, касающиеся новой, там, новой, не новой, Альмеры, которая создается сейчас на критикуемом нынче и потерявшем свою индивидуальность в Азии, да, на Б0, который. Но, тем не менее, они ее позиционируют как для людей вот моего возраста, ставших 45, которые не достигли больших финансовых успехов в этой жизни, но хотят больше машины за меньшие деньги. Вот, и, ну, при тестировании я сравнил с Кобальтом эту машину по деньгам, вот, как бы я помещаюсь. И вот, первый вопрос касается, что бы вы все-таки рекомендовали, Кобальт или вот эту Альмеру, ну, как бы, вот, если выбирать между ними, да. И второй вопрос, как вы оцениваете место нашей Альмеры, ну, в кавычках нашей, среди глобального, вот этого, глобальной Альмеризации, сейчас я знаю, в Штатах вышла Альмера новая, там, Афаерс, это, по-моему, в Корее вышла, что ли. Ну, вот такие вопросы. Ну, Роман Николаевич, вам, насколько размер важен? Вот, Кобальт, он, в принципе, довольно крупный по салону. Ну, вот, мне тоже, я из-за размера, потому что, семья любит, чтобы было просто. Это логично, абсолютно. Я Альмеру боюсь и бояться буду ее всегда. И никто никогда меня не убедит в том, что марсиане закинули к нам свежую порцию совершенно других людей, непорочных ни в чем. Узбеки, собирающие Уздеу и те же самые Матисы, они по сью пору по качеству на голову выше, чем наш хваленый пролетариат. Альмера, она, конечно, по ногам задних пассажиров выигрывает у Кобальта. Хотя Кобальт тоже молодец. Кобальт, он здоровый. И Кобальт, он вообще-то так, в принципе, еще немножко и 24-я Волга по размеру. По салону так точно он ее уже перегнал, по высоте, по ширине салона, по удобству. Если вот выбирать с такой опаской, то, на мой взгляд, Кобальт все-таки выигрышней. Именно потому, что репутация АвтоВАЗа меня, например, на всю оставшуюся жизнь напугала. Тем более, что, ну, естественно, у меня тоже были Жигули в анамнезе. Я тоже со всем этим возился, ремонтировал. Я не хочу. Я не хочу вот этих вот трюков. И тем более, отвечая на ваш второй вопрос, наша Альмера, это Ниссан Блюбед Силфи, снятый с производства в Китае. Эта машина довольно древняя. Ее отдали сначала китайцам, потом китайцы в нее наигрались, ее отдали нам. При этом у нас произошла логанизация салона, потому что нужно было как-то унифицироваться, чтобы не тащить эту пластмассу и не затевать литьевое производство у себя. То есть, из всех возможных Альмер это самое скромное, говоря проще, самое беспонтовое. Она снаружи ничего, внутри это логан, этот симбиоз не самый гениальный и цельно созданный кобальт по конструкторской гениальности гораздо выше. Вот кобальт делали по-честному. Его сразу понимали, что мы не из остатков краим, то есть, это не то, что папина шинель, мамина колготки и теть машины памперсы, а давайте мы из этого соберем выходной костюм. Вот на Автовазе пошли этим путем. На Chevrolet в бразильском подразделении, где кобальт создавали, там сели с нуля и сказали, значит так, следующая страница биографии не самого богатого нашего родного бразильского клиента. И сделали ему машину. Кобальт полноценный продукт. Альмера это результат вот таких странных пластических операций, симбиоза и попыток выкроить на грош пятаков. Тем более, что качество, я никогда не поверил в качество Автоваза. Нет оснований, к сожалению. Дилерская сеть до сих пор еще не удовлетворена тем, что приходят, во-первых, те, которые просто сбагрить эту машину. Они принимают, конечно, и кушают, и спрос есть на четыре месяца вперед. А те, которые стараются не ударить лицом грязь, все-таки это припускается через Нистановскую деревню. они говорят, что, ребят, знаете, вот лучше рядом стоит Теида, чуть-чуть подкопите и возьмите Теиду. Там не чуть-чуть получается. Но Теида, да, и, кстати, Теида по размеру по салону, она тоже вполне себе очень семейный автомобиль. И, к сожалению, при том, ведь, заметьте, нам же, Роман Николаевич, Альмеру-то преподнесли как? Это не просто новый продукт, это новая точка отчета в биографии Автоваза. Вот именно на примере Альмеры нам и заявили, мы вывели предприятие из Клинча. У нас теперь есть, соответственно, Фофана, директор по качеству, и вообще у нас все другое. И комплектуха у нас другая, и качество другое. Да где? Да с чего вы взяли? Как были криворукими, так и остались. И поменять это не в ваших силах. Увы. Поэтому не верю я в Альмеру. Оснований нету ни малейших. Дмитрий, здравствуйте. Сергей, здравствуйте. У меня вопрос такой. У меня Porsche Cayenne S. Замечательная машина. Я бы хотел узнать такой вопрос. Вот она прошла у меня 80 тысяч. Все детские болезни как бы с нее убрали уже. То есть штаны, охлаждение, трубки, все это уже мы прошли. Вот вопрос такой, оставить или поменять на новую. Оставить, потому что на новую вы получите то же самое. Вы возьмете эту машину. Как вот эти запайки не проводились, там так все приклеено, что ли, по охлаждению, по всему. То есть там вот какие-то проблемы эти непонятные для нас, россиян. Часть проблем устранена, часть новых появилась. А, вот когда? Ведь, Дмитрий, мы же с вами сами придумали легенду о непогрешимости иностранцев. О том, что иностранец, он такой с утра выпил кофе, одел белую рубашку и пошел в белых перчатках что-то такое делать. В том числе и Порш Каен. И мы... Он в Германии еще и пиво выпил. Да, еще и выпил пиво, да, если он во Франции, он еще и Виагрой закусил. Но не получается, тем более, ну, Каен все-таки, он космополит, кузов ему делают, сами знаете, где, это чешская работа, потом привозят его на завод, там при помощи фольксвагенов адаптируют, делают. Да. А можно еще вопрос, вот пока, ну, как бы, время уже поднимается. Скажите, пожалуйста, вот Порш, который маленький хотят сделать, я хотел бы его жене купить, это будет нормальный автомобиль, или это все еще... Мы не знаем, с одной стороны, вот они сейчас находятся, они же самый богатый автоконцерн в мире, богаче, чем Порш, нету никого. Если они подойдут по-честному, они могут такую конфетку сделать, что вы будете у жены эту машину отбирать. Если они пойдут по традиционному пути унификации, опять получится подделка. Все, до завтра.